в дикой трагической природе я ожидал увидеть это конечно прикольно это здорово настоящие этот стендап известный приморский журналист Андрей Островский записал на антарктическом берегу экспедиционный рейс дизель-электрохода василий головнин для снабжения индийских антарктических станций май-3 и бхарати должен был завершиться к апрелю но он затянулся с драматическими и даже трагическими поворотами которые никто не предугадывал и мы встретились с Андреем во Владивостоке только в конце мая и эта программа морская об антарктических рейсах которых работают моряки из Владивостока и вертолетчики из Артема и иногда взяв с собой камеру оказываются и приморские журналисты но обо всем по порядку и первый вопрос что мы задали было мотивах зачем это нужно молоде этой мечте 37 лет я очень давно работал в радиостанции тихий океан меня как я был сам молодым меня гоняли в берингово в охотское море в арктику из арктики не вылезал был там много раз а в те годы в начале восьмидесятых и восьмидесятых советское время еще существовало пмп помнишь приморское морское пароходство и у нее раз в год один из танкеров заливался гсм и уходил в антарктиду заливать наши станции рейс продолжался 9 9 9 10 месяцев это даже договорился с пмп что они меня берут штата я ухожу с ними но двое детей маленьких семья сказала потом но теперь дети выше меня ростом рейс всего три месяца предполагался я уже сильно семью спрашивала решил что имею право себе на 60 лет сделать подарок и наконец увидеть антарктиду в конце концов на вот потому что они сидят это уникальная вещь в принципе теоретически можно туристам вот капитан хлебников возил туристов еще повезет явно 20 тысяч долларов это в антарктиде у меня не достиг тысяч долларов чтобы сходить в антарктиду просто вынуть из кармана и отдать можно еще проще самолетом 100 тысяч долларов на самокупол отвезут на полюс на американскую станцию амутсенскот который на точке находится 100 тысяч долларов без проблем пароходом немножко эффективнее это бесплатно но требует твоей работы естественно вычеркнуть жизни если так можно сказать три-четыре месяца люди держатся на этом пароходе там постоянный экипаж костяк основной постоянный для антарктида это кайф это какие-то приключения что-то необычное нестандартное капитан сказал вот мы сделали летом 4 рейса на японию на чё ты тоски не умерли выходишь из порта тебя буксиры взяли вывели японию пришел буксиры взяли поставили к причалу лоцман привел вывел как а чё где что ничего не происходит в антарктиде все немножко по-другому ни буксиров ни лоцмана никого спрашиваем но есть ведь то чего нет ни в одном уголке планеты пингвины айсберги пингвины ты понимаешь если бришь в африку саванну ты будешь ожидать увидеть газели и львов и это их увидишь ты ничему не удивишься поэтому увидев пингвинов ну ты их ждал как бы ну да вот пингвины я видел зоопарках раньше вот они бегают такие вот адельки вот такие императорские ну да вот пингвины ну хорошо они совершенно не боятся людей потому что станции существуют с 50-х годов там работа ведется международная запрещается чтобы то ни было их кормить там гладить нельзя трогать фотографировать можно они живут прямо под станцией российская станция прогрессная рекорд станции парати там кучу кучу станции они живут станция на сваях они при подстанции живут тусуются ходят то есть ну вот они потрясает тоже не можешь осознать воду это ледник который во все стороны с купола стекает во все стороны стекает с купола и от которого по краям потом откалываются айсберги уходящие в море уносимой ветром и течением скорее течением потому что он там над водой может быть 150 200 метров значит под водой метр 800 и его больше течением поддается чем ветру сколько лет этому льду 100 тысяч лет миллион пока он тек вот с купола пока он смещался по миллиметру в год еще один неандерталец взял в руки палку и не трехнул не третит не треснул другого неандертальца этот лед появился может и приматов не было я не знаю то есть сколько лет этому льду я не знаю наверное ученые определяют лецеологи но я понимаю что он как бы старше чем неандертальцы вот этот лед взять кусочек этого льда растопить заварить себе чаю да это конечно что-то удивительное абсолютно абсолютно пресный лед конечно конечно пресный лед айсберги пресные про них же ходит идея что таскать их на бухтирах страны в которых не хватает пресной воды они совершенно пресные это миллионы тонн пресной воды идеально совершенно по качеству потрясают законы которые там действуют фильмы ледокол посвящен недавно блокбастере в российском блокбастере посвященном известному походу да на спасение сомова там если ты помнишь сюжет строится курс собачки ну как бы если ты пишешь сценарий надо хотя бы изучать историю там запрещены любые собачки там не может быть животного на суде в антарктиду категорически запрет на любых животных флора и фауна и должны быть чем потревожен этого континента да и растение тоже это совершенно все противоположное потом ну какие-то вещи которые вот на кончиках пальцев да вот я привык что на солнце там вот встает в районе тэц тэц 2 примерно шибается на русском острова и уходит куда-то в район там хасанского района идет нового там тоже самое с востока на запад и по северу солнце для все время на севере постоянно это как-то вот чуть-чуть теряешься где юг где север а юг там нет там не юг стоит там северками это тоже конечно такие вот вещи в принципе понятно из школьных уроков географии но это в этой ситуации оказываешься ты маленько получаешь такой апперкот некоторые потому что вот это все конечно производитель впечатление для неофита такого как я а для членов экипажа которые там многие по пятому седьмому по десятому разу в антарпиде все что угодно рейсы многомесячные в отрыве от семьи с непредсказуемыми изменениями плана работа в антарктиде из года в год это же не просто проверка своего характера это же тяжелая работа достаточно сложная работа главная работа безусловно это доставить топлива потому что иначе станции замерзнут а главный герой становятся вертолетчики которые вертушкой все топливо перебрасывают у нас было два экипажа вертолета два вертолета один вертолет из юар второй вертолет из украины совершенно удивительные люди удивительные мастера особенно когда они отвезут топлива и везут обратно пустой топливный контейнер так называемый танктейнер бочка только в раме по 20-футовый контейнер остальной пустой его ветер кидает его разворачивает его швыряет размеры палубы где-то 25 метров на 7 участок вот смотри ты забираешься на крышу десятиэтажного дома на ниточке подвешиваешь пустой спичечный коробок чертишь на асфальте квадрат метр на два и в тот коробок ниточкой опускаешь так чтобы он сел точно этот квадрат совершенно виртуозная работа абсолютно виртуозная работа можно восхищаться этими людьми но это такие не очень особенные летчики украинские ребята потому что они работали много раз различных миссиях в судане в западной сахаре в афганистане в мали тушили пожары там в португалии в греции в турции то есть такие ассы собственно говоря я рассказываю них по той причине что они работали с нами на академике федорове который работал параллельно работают наши люди с авиалифта из артема они еще больше виртуозы это наша приморская компания когда мы стояли вместе с федором я видел как они работали абсолютно виртуозная работа это наши мужики приморские я просто говорю о том что в упор видел украинцев на нашем борту наше не хуже у нас точно такие же мастера такие же блистательные ассы которые проводятся на операции и тем не менее природа тех мест настолько сурово что даже самые крепкие характера и виртуозные профессионалы оказываются в ситуациях когда встает вопрос о спасении судно снялось из владивостока осенью прошлого года прошло небольшой косметический ремонт в китае и в середине января пришло в кептаун 26 мы снялись с кептаун января в начале февраля прибыли на станцию параде там работали 20 дней потом переход в море лазарева к станции май 3 там уже вот эти тягосты все там очень долго провели время больше полутора месяцев через припай потом вальдах там огромный опыт у людей но что характерно я на пароход сел в кептаун еще выходим двигаемся в антарктиду я спрашиваю у двух у капитанов у капитана и дублера обоих там совокупный стаж по четверть века в антарктиде я говорю вы меня научите первый раз здесь это в арте кое-что понимаю на что обратить внимание где вот сконцентрироваться где снимать заранее приготовиться где там что-то бежать с блокнотом они оба говорят ничему не научим каждый раз все по-новому вот каждый раз все совершенно по-другому поэтому бесполезно что-то предсказывать предугадывать несмотря на то что опыт огромный людей ничего не предугадаешь все все по-новому каждый раз вот так оказалось в этом году когда впоролись в припай на май 3 а потом запали в дрифы в дрифующий лед да вот такая история этого не было в прошлые годы и также на обратном пути упали в тяжелый дрифующий лед это тоже достаточно непредсказуемая штука хотя вот она носит вокруг но просто ранняя зима оказалось очень ранняя зима шириной в 100 миль поле дрифующего льда вот это уже беда потому что если припаянный лед ну то же самое что у нас в амурском зале вот лед встал он и стоит ровной коркой конкера проходят на первую речку ледокопрад не прошел они зашли выгрузились вышли он стоит себе ровно канал пробили по нему ходят дрифующий лед он то сжимается то разжимается причем ты смотришь с мостика вот лужа вот прогалина вот трещина это не работает он все равно гуляет он тебя сжимает так что ты не можешь пошевелиться в принципе как в дрифующий лед 100 миль ширина я говорю в длину сколько когда мы посмеяли сказали ну может тысячи две может тысячи три миль длину это поле как бы а в ширину вот 100 миль надо их пройти каким-то боком вот вот там тоже конечно была колодьба потому что там уже возник вопрос об эвакуации экипажа большей части нашего экипажа эвакуации индейцев эвакуации обоих экипажей вертолетов на федоров чтобы он всех вывозил а судно остается то ли ждать спасателей помощников то ли за аргентина то ли задевостока то ли зимовать ну там рассматривались разные варианты там была тяжелая история но господь оказался милостив потому что где-то северо-западе нас в атлантике очевидно прошел очень сильный шторм потому что 22 утра мы проснулись и увидели я почувствовал качку во льду качки не бывает по льду судно стоит их мерзшим качает немножко все крематором кидаемся видно что идет зыб океанская шторм развела зыб какой-то очень сильный зыбайло и лед стало ломать и нас стало качать мы сразу воспользовались начали движение выскочили андрей потом писал в своих репортажах что только опыт команды и капитана иксана юсупова помогли избежать экстремального окончания рейса с эвакуации сотрудников индийских антарктических станций и даже части собственного экипажа юсупов такое занятного про себя говорит я и тонул и действительно было дело у него тонуло судно клароцетки на котором был капитаном я и горел и якорь терял и всякое было но вот тут тоже говорит что такого количества приключениях в одном этом рейсе меня не было никогда столько вот очень злых жестких острых моментов столько не было никогда это тяжелейший труд совершенно никто не говорит а когда нам за это заплатят а будет овертайм надо все пошли работать на вот это очень высокая квалификация людей и очень хороший моральный климат это совершенно однозначно 200 лет назад русские мореплаватели лазарев и беленсгаузен пришли первыми к берегам антарктиды 2020 году как раз юбилей но как и два века спустя теми же путями первопроходцев идут другие российские мореплаватели в этот холодный неприветливый но почему-то такой притекательный мир и